Добрый вечер! Здравствуйте! Вы смотрите первый городской телеганал. Как и обычно, по традиции, вечером выходим в прямой эфир и рассказываем новости минувшего дня в студии Макс Раевский и Анастасия Орехова. Поговорим о событиях понедельника, 17 августа и расскажем, чем запомнилось калининградцам начало недели. И вот предлагаю, Максим, сразу хорошие новости. В городской больнице номер 2 начали делать тесты на коронавирус. Только есть одно уточнение, достаточно важное. Исследования платные, стоимость одного 1750 рублей. Сдать анализы можно как с симптомами ОРВИ, так и без них. Если вдруг вы хотите проверить себя на антитела, ну или вы просто мнительный человек, результаты будут готовы в срок от 2 до 7 дней. Ну, можно сказать, что это достаточно быстро, потому что даже в пик коронавируса тесты делали не везде, а если и делали, то в районе 14 дней. Ну, а у многих калининградцев, я знаю, есть такой немой вопрос, почему же вот в Москве, насколько нам известно, делают где-то бесплатно тесты, а у нас почему-то платные. К сожалению, не готова ответить на этот вопрос, но зато у меня есть свежая информация к этому часу о количестве случаев заражения в нашем регионе. Не шуточная, потому что количество это растет, и на сегодняшний день 26 новых случаев за сутки. Но отмечу, что, Максим, мне кажется, это неудивительно, потому что ты, возможно, даже был на море или видел эти фотокарточки, которые выкладывали все в минувшие выходные. Какое количество людей на калининградских пляжах? Достаточно того, что я прохожу каждый вечер по улице, по Советскому, возле остановки. Видимо, люди приезжают или только отправляются куда-то на моря, и народу просто невероятное количество. Ну, а тем временем, общее число заболевших в регионе возросло до 3147 человек. По данным на 16 августа выздоровели 2455 пациентов, 59 человек не справились с болезнью. И ты знаешь, это интересно, что почти у 70 новых случаев нет симптомов, а у двух заболевших диагностировали пневмонию. Ну, то есть, без симптомов, но все-таки неоднократно мы про это говорили, и будем повторять, что протекает коронавирус. Ну, и, в общем-то, сейчас ты заметила, наверное, тоже, что ужесточили режим с масками, и мы тоже, в свою очередь, просим всех калининградцев не пренебрегать этим уже, можно сказать, атрибутом и аксессуаром. Ну, потому что количество заболевших растет, большое количество приезжих в нашем регионе, много туристов сейчас отдыхает. Откуда они к нам приезжают, мы не всегда знаем, и что-то везут они с собой или нет, мы тоже не можем быть уверены. Именно поэтому мы призываем вас тоже носить маски и мыть руки. Все ровно так же, как и было несколько месяцев назад. Ну, и давайте посмотрим общероссийскую статистику. В стране за сутки коронавирус подтвердил всего 4892 людей. Всего за время пандемии в стране зафиксировано уже 927 745 случаев коронавируса в 85 регионах. Ну, есть и статистика неприятная. Количество погибших почти приближается к цифре 16 тысяч. Более четко это 15 740 человек и вот 55 новых случаев за сутки людей, которые скончались в нашей стране. Ну, и в продолжение коронавирусной темы, медикам, борющимся с COVID-19, продолжат выплачивать стимулирующие выплаты. Правительство России выделило регионам 14 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые сейчас занимаются тем, что спасают жизни россиян и калининградцев. И перечисление сотрудникам стационаров и скорой помощи продлили на июль и август, потому что они тоже взаимодействуют с больными COVID-19. Но самое главное в этой новости, чтобы не было проблем с получениями этих выплат, насколько вам не ранее рассказывали. Да, и ты знаешь, там вот история, где человек погиб при исполнении долга, можно сказать, то есть врач, который заразился и скончался, вот сейчас его семья борется за выплаты, и там еще история развивается, набирает обороты, и пока там нет положительного результата. Ну, помимо врачей, в ближайшее время, если бы точно, с сентября появится еще одна группа риска, это учителя, и вот в новом учебном году их обяжут носить маски. Вести правила решили для профилактики распространения коронавируса. Ты знаешь, интересная новость, при этом детей не обяжут носить маски, ну, то есть вот эти двойные стандарты, про которые мы говорим с самого начала коронавируса. И хочется задать вопрос, а как вот вы себе это представляете? Потому что мы тоже ведем школу телеведущих на Первом городском, и мы сразу предупреждаем, что у нас проходит дезинфекция, замер температуры, и группы минимальным количеством занимаются именно для того, чтобы не носить маски, ну, потому что невозможно преподавать речи и какие-то такие вещи в маске детям. Ну, вот мне интересно, как будет с этим справляться учителя. Во-первых, это тяжело. То есть разговаривать маски, в принципе, учителю тяжело. Во-вторых, не напасешься этих масок. И важно понимать, будут ли их обеспечивать ими, или учителям придется самим как-то справляться. Вот, потому что я так полагаю, что маска должна быть одноразово, как раз-таки на эти 20-30 минуты, а это полурока, и ее потом нужно менять. Ну да, и будет ли как-то контролироваться температура детей, и к тому же я слышал, что вроде как социальные дистанции должны тоже между ними соблюдаться, как минимум на уроках. Да, но при этом на перемене, как это правило будет работать? Согласись, что больше всегда вопросов, чем ответов. Вот в каких-то новостях, особенно региональных, касаемых коронавируса, дается такой вброс, и дальше все должны как-то вот сами понять, как это все будет работать, происходить. Вот недостаток информации, хочется, чтобы полную картину предоставляли. Я думаю, что от этого страдаем не только мы, как журналисты, но, в общем-то, и люди, кто непосредственно получает эти указания. Предлагаю смотреть на факты, поэтому в сентябре обязательно вернемся к этой теме. Ну, а ты знаешь, продолжим с коронавирусом. Здесь нам не прерываться. Сегодня много историй. И вот одна из них, из-за ситуации с коронавирусом, до сих пор многие моряки не могут вернуться домой, к своим семьям. Они практически застряли посреди морей, океанов и заливов, потому что не позволяют им закрытые границы вернуться в Калининград. Потихонечку, потихонечку вроде как бы выживаем здесь, но очень тяжело, потому что никуда не сходить, никуда не выйти, делать нечего. В четырех стенах сидеть уже два месяца, но это вы сами понимаете. Очень тяжело и трудно эмоционально. Александр вот уже почти три месяца не может вернуться домой. В Калининграде у молодого человека осталась пожилая мать, которая никак не может дождаться своего сына моряка. Вшли мы на пароходе в форнлайн компании «Ачион» Шиппинг Запад. Я с Тюрдом пошел, первый рейс у меня. И этот первый рейс Александр запомнит на всю жизнь. На борту судна два члена экипажа заболели ковид-19. Александра как младшего по званию отправили кормить и убирать в каюте у заболевших. Я предложил, чтобы я в каюте не заходил, потому что я работаю все-таки на камбузе с продуктами, с людьми напрямую. Поэтому не лучший вариант меня отправлять туда. А что он сказал, ничего страшного, мы же ходим со старпом, все нормально. Так что иди и не парься. В Гвинеи заболевших с парохода сняли, а чуть позже уже и у Александра проявились симптомы коронавируса. Сюда 17 дней они пролежали в больнице, они вылечились, тесты все отрицательные, все хорошо сейчас с ними, они живы-здоровы. Но по именно возвращению ребят возникли какие-то вопросы. Понятно, что авиасообщение сейчас там закрыто, стоял рядом пароход, по какой-то причине они туда не попали. Друзья Александра забили тревогу. Парень долгое время не выходил на связь. И это неудивительно. Калининградского моряка с двумя его товарищами высадили в Гане. Нас писали в Гане. Вот так мы тут живем, в таких условиях. Вот такой колючей проволокой. Такие у нас виды отсюда. Вот и нам доблестно наша страховая компания предоставила нам вот такие номера. Такие номера. Вот так мы тут живем, в четырех стенах, никуда не выходя. За интернет ребята оплачивают все сами полностью. Первый месяц по питанию было очень тяжело. Им поменяли повара. Агент, который... Агента, которого поставили для них, не совсем справлялся с данной задачей, потому что, возможно, это он делал впервые. Вот, просили продукты прямо в номер приносить, чтобы они сами готовили. Этого нет, приносили готовую еду, еда там специфическая для нашего русского моряка. Вот, соответственно, были проблемы с желудком, с здоровьем и так далее. Договор, который заключил Александр, был полностью на английском языке. Разобраться в нем парню без переводчика и хорошего интернета оказалось проблематично. Этого бы всего не было, если бы всего лишь одна смс-ка от работодателя, да, или одна смс-ка от страховой, там, пришла бы в консульство в Ганну, ребята бы уже давно были бы здесь. Но 3 сентября уже будет 3 месяца, как они находятся в Гане. Однако в посольство никто так и не сообщил. Поэтому про ребят просто-напросто забыли. Друг Александра Владимир напрямую обратился в региональный МИД. Там делом этим заинтересовались и обещали помочь вернуть троих брошенных моряков домой. По письму Александра и по моему письму мы написали с таким криком прошения, чтобы нам помогли, нас услышали, нас увидели и вернули наших ребят. Я сразу созвонился и мне говорит, да, Владимир, здрасте, мы видим ваше письмо, мы уже связались с компанией, все хорошо, у нас прописана дата, 19-го числа заходит пароход, примерно 23-го они там разгружаются, потом у вас пальмасы домой. Теперь есть ясность и понимание того, что действительно теперь эта ситуация под контролем, и ребята у нас уже 100% вернутся. Для этого друзьям пришлось собирать подписи в поддержку моряков, рассылать кучу бумаг в разные ведомства. Они пытались получить информацию от наемной конторы и страховой компании. Ведь трое парней, брошенных в Гане, уже совсем отчаялись от своей безысходности. И было бы круто, наверное, все-таки для простых парней, которые первый раз пошли в рейс, сделать какую-то памятку. Что делать в такой ситуации, когда ты остался в другом государстве? Где искать консульство? Какие адреса, какие телефоны, с кем связываться? Проблема, которую было так просто не допустить, обернулась настоящей драматичной историей. Сейчас понятно, что финал ее будет счастливым. Однако можно ли быть в этом уверенным в будущем? Ведь дыры в системе, как и дыры в корабле, неминуемо могут привести к печальным последствиям. Марина Морозова, Эдуард Растегаев, Служба новостей, Город. Ну, вы знаете, ситуация, конечно, очень нестандартная и ужасающая. Потому что, во-первых, люди подвергают свою жизнь, я так поняла, из сюжета, небезопасному нахождению там. Во-вторых, мучаются с тем, что условия им предоставили не самые комфортные с точки зрения питания в том числе. Ну, и третье, что они, в принципе, оторваны от своих семей и вообще не могут вернуться. И самое главное, не заняты никакой работой, а просто вот пребывают там, находятся на этом вечном карантине. И, в общем-то, я думаю, что ситуация такая ужасающая, с учетом того, что огромное количество калининградцев ходит в море. И кто-то сейчас находится в рейсе, кто-то по пути домой, кому-то только выходить в рейс. Ну, в общем-то, я думаю, что сейчас за этой ситуацией нам нужно следить и посмотреть, что будет дальше. Неприятная фраза прозвучала, что о них попросту забыли. Как можно забыть про людей, про сотрудников своей компании? Очень странно. Ну да, ну вот я смотрю, что здесь помогают Александру друзья, судя по всему, как-то пытаются с этой стороны здесь, находясь в России, урегулировать ситуацию. Потому что, конечно, когда ты знаешь в Гане и вообще вот непонятно в каких условиях корабль твой где-то стоит, ты где-то живешь, то, конечно, ну что ты там можешь решить. Вся управляющая компания здесь. Ну, спасибо глобализации, которая все-таки позволила связаться с друзьями этим товарищем. Все-таки близится все к позитивному исходу событий. Ну и тем временем все равно есть у нас история, которая тоже такая ужасающая, я бы сказала. И, в общем-то, в Калининграде сегодня случилось происшествие на стройке Нахимовского училища. Погиб подросток. Заметим, 16 лет было молодому человеку. Он там работал и сорвался с 6-метровой высоты. Его коллеги вызвали скорую. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но множественные травмы, к сожалению, были несовместимы с жизнью. Следственный комитет сейчас проводит проверку. Это уже четвертое ЧП, как сообщается на сайте правительства на стройке училища. Напомним, что филиал его будет находиться у нас в Калининграде и должен открыться, внимание, 1 сентября. То есть меньше двух недель остается до открытия. Ну вот, видимо, поторопились где-то. Ну, ты знаешь, не обошлось этим происшествием. Пожалуйста, серьезная авария произошла в Багритеновском районе. Там столкнулись три автомобиля. Машины двигались попутно. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек. Подробности ДТП сейчас уточняются. Да, более подробной информации нет. Но судя по тому, что перевернулся автомобиль, мы сейчас это видели на одном единственном фото, которое представлено, то, конечно, можно предположить, что сейчас борются за жизнью и, в общем-то, ситуации разбираются. Мы продолжаем сводку происшествий. На озере Пилавском в Калининграде утонул мужчина. На месте работали спасатели. Тело без признаков жизни достали из озера водолаза. Личность мужчины и точная причина смерти сейчас устанавливается. Но я на самом деле хочу призвать всех, наверное, думаю, что, знаете, это повторение мать учения, но вот сколько ни говори, каждый год одно и то же. В жару, на воде, на любом водоеме. Очень жарко в городе, да, ни для кого не секрет. Все плавятся, не могут работать. Пожалуйста, поберегите себя, своих родственников, да, сердца в такую жару. У всех, да, надо быть внимательными. Люди после 50, особенно, то есть, сердечники, давление, может стать плохо, не перетруждайтесь. На даче, сейчас любят все, да, сезон пошел. На работе перетрудиться, особенно если труд физический. Потом, опять же, на водоемах. Вот здесь надо быть очень аккуратно и купаться только там, где есть спасатели. Но это тоже, знаете, не всегда, если вдруг вы в алкогольном опьянении пойдете купаться, то даже присутствие спасателей не всегда спасает. Всегда спасет, да. Ну и мы делали специальный выпуск в пятницу на Первом городском телеканале о жаре калининградской. Многие из наших телезрителей откликнулись, что да, они тоже не очень хорошо ее переносят. И знаешь, мне больше всего понравилась идея о том, что давайте носить зонтики в жару. Почему мало кто это делает? А, кстати, есть сотрудники Первого городского, которые прибегают к этому методу. Второй год мы живем здесь, в этом прекрасном здании, с видом на город. Ну, сейчас уже темнеет и это не видно, но вам знакома наша студия, вы это знаете. Но дело в том, что остальные помещения у нас мансардные и очень тяжело в такую жару. И, в общем, сотрудники используют зонтики, чтобы хоть как-то от этого спастись. Не только от дождя спасают. Но, тем временем, продолжаем. С происшествиями при обрушении угольной шахты в Воркуте погибли коренинградские рабочие. Причины произошедшего уточняются. Вот такие кадры произошедшего публикуют Пятый канал. Всего там погибло 4 человека, двое из них жители нашего региона. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. На самом деле, говорю, я аж мурашки по всему телу, потому что это ужасно. Люди наверняка поехали на заработки каким-то вахтовым методом. Здесь остались, вероятнее всего, дети, семьи и так далее. И вот ЧП, которое произошло и внесло жизни двух калининградцев. Давай продолжим с другими новостями. Этой осенью авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Калининграда в Сочи и обратно. Наконец-то! Понимаешь, вот сейчас два самых популярных, три самых популярных направления во всей стране. Это, значит, Калининград, Сочи и Алтай. И вот теперь решили Калининград и Сочи соединить. Потому что если вдруг для вас, например, Максим Реевский, море Балтийское холодное, то, собственно, отправляйтесь на море черное. С моря на море. Почему бы и нет? Раньше надо было ехать трое суток, а сейчас всего лишь лететь 3 часа 20 минут. Ну и давайте перейдем к морю. А ты знаешь, вот сразу хочется спросить, опять же, вот моя любимая тема, когда дали информацию, но не дали ее более конкретно. Значит, рейсы уже в сентябре. Пожалуйста, расписание есть. Вопрос, сколько стоит? Потому что мне кажется, что этот перелет стоит каких-то космических денег, примерно как на Алтай слетать. Ну ты знаешь, собираясь в Сочи, ты так или иначе планируешь послословный бюджет. Насколько я знаю, там какие-то невероятные цены и на отели, и на кафешки. Ты знаешь, мне сегодня рассказали, что в Калининграде тоже невероятные цены на отели. И у нас некоторые, даже в Калининграде, не говоря уже о побережье, сдают номера в отель, начиная за сутки от 80 тысяч рублей. А самый дорогой номер, да, самый дорогой номер почти полмиллиона. Хорошо кто-то зарабатывает в Калининграде. Ну давайте перейдем к другим новостям с побережья, не таким веселым опять же. Возле зеленоградского мужчина напал с ножом на свою родственницу и знакомого. Инцидент произошел на пляже в поселке Куликово. По версии полиции, злоумышленник прирывновал сестру к своему приятелю и ударил его ножом в живот. Подозреваемый также нанес несколько резаных ран своей родственнице. Да, заметим, что вот этих вот мужчин, которые дрались, заметили другие отдыхающие, они и вызвали скорую. Прибывшие полицейские увидели, что злоумышленники продолжали загорать. Злоумышленник он был. А, злоумышленник, да. Он, в общем-то, сделал дело и пошел отдыхать. Но вот сейчас мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Конечно, какая-то невероятная история. Только что порезал людей и ложишься отдыхать, как ни в чем не бывало. Просто какой-то фильм ужасов. Да, на самом деле огромное количество не только происшествий, связанных с водой и жарой, но в том числе и с неадекватностью людей. Возможно, это тоже связано с жарой, каким-то перегревом. Но будьте осторожны и бдительны. Интересно, что стало причиной следующего события, которое произошло в Калининграде не так давно. Неадекватность людей или какие-то силы свыше. Участок тенистой аллеи в Калининграде, где, напомним, машина провалилась под землю. Я думаю, что все помнят, потому что автомобиль был красным, он провалился. И это точно. Вот у нас есть кадр, да, напоминание об этой истории. В общем, эту улицу от дома номер 36 до Брусничной закрыли до середины сентября. Сейчас там ведется ремонт. На время работы автобус номер 48 будет ехать, внимание, по улице Менделеевом, далее по проспекту Мира, улице Химической и потом по схеме. А обратно он поедет через улицу Химическую, проспект Мира, улицу Сержанта Мишина и далее по существующему маршруту. То есть все, кто ездит на 48 автобусе, будьте внимательны, меняется схема проезда. Признаться, конечно, это кадр, который мы только что показали. Я видел только в каких-то фильмах-катастрофах, где земля просто расходится под ногами. А, Максим, ты знаешь, сегодняшний выпуск – это полная катастрофа, судя по всем этим новостям. Ну, правда, ни одной пока позитивной новости за 15 минут эфира мы не увидели. Поэтому предлагаю прерваться на небольшую рекламу, после которой в твоей студии появятся гости. И я думаю, что вот как раз-таки с ней вы поговорите о чем-то очень приятном, полезном и позитивном. Санаторий Зеленоградск расположился на первой линии Балтийского побережья, вблизи Курской косы. Мягкий морской климат, комфортное проживание, правильно подобранное питание, оздоровительные процедуры, местные дорфяные грязи и минеральные воды укрепят ваше здоровье. А отдых заполнится надолго. Приезжайте в санаторий Зеленоградск. Для того, чтобы напечатать рекламную продукцию, больше не нужно никуда ездить и тратить свое время. Заходите на сайт 39print.su и выбирайте то, что вам нужно. Произведите расчет стоимости и количества, подберите дизайн из имеющихся макетов и загрузите свой. Заказывайте. Оплачивайте онлайн, а курьер вам доставит визитки, приглашения, календари и любую другую рекламную продукцию. 39print.su – это так просто. Установите интерактивное ТВ от ООО «Экран» в три клика. Раз. Подключите телевизор или смартфон к интернету. Два. Скачайте приложение «Экран ТВ» в Google Play или App Store. Три. Авторизуйтесь с помощью логина и пароля. Пользуйтесь с удовольствием. Есть интернет, есть ТВ. Подробности по телефону 614444. Лига домашних котов доводит до сведения новоселов. Мы отказываемся заходить в новые квартиры, если в них не будет мебели от салона «Уют». Запомните «Уют». Ведь где «Уют» – там счастье. Купили квартиру? Потратились на ремонт? Хотите сэкономить на мебели? Скорее в «Уют». Покупайте отличную качественную мебель с огромными скидками и будет вам счастье. «Уют». Дзержинского 73. Подробности 68, 51, 61. Добрый вечер продолжается. Вы смотрите первый городской телеканал. Ну и, как и анонсировали, встречаем в нашей студии гостя. Представляю вам Юлию Щербинину, владелец компании «Лафен». Юля, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Рассказывайте, очень необычное у вас такое звучное название. Чем вы занимаетесь? Компания моя занимается продажей ортопедической мебели. Мы эксклюзивные дилеры в Калининградской области. Мебель полезная, нужная. Давайте я немножко волнуюсь. Определение дадим, что такое ортопедическая мебель. Смотрите, если помните, в наше время, когда мы учились в школе, были достаточно стандартные парты и стулья. Потом ты вырастаешь уже, неудобно сидеть. Да, ребенок растет, ему неудобно сидеть. У всех интенсивность роста разная. Компания «Миолюк» с 1984 года начала производить именно растущую мебель, которая удовлетворяет потребности любого ребенка. То есть независимо он там худой, толстый, высокий, низкий. В этом и есть, что называется сейчас модно говорить, фишка. Я 4 года занималась корпусной мебелью. Ездила по выставкам, ездила по всему миру, смотрела, выбирала. Что-то хотелось свое здесь, в Калининграде. Ну и вот на одной из выставки в Москве, мебель 2017, это была заключительная выставка, я увидела эту мебель. Я увидела и влюбилась моментально. У меня у самой трое разновозрастных детей. Да, и, конечно, я когда посмотрела, что и поняла, что я хочу. Более того, я хочу не только своим детям, я хочу привезти это в Калининград. Вернулась в Калининград, проездила по всем магазинам, поняла, что нет, здесь такого нет. А за что больше всего радуют родители? Это за здоровье детей. Ну и, собственно говоря, 2 года назад открылся вот наш такой маленький магазинчик. Вот я до сих пор езжу сама на выставки, до сих пор езжу сама на доставки, на выбор мебели, то есть стараюсь, чтобы все было здорово, качественно и вовремя. Выбираете самое лучшее. Да, конечно, разумеется. А давайте еще уточним, что это столы, стулья, какие-то шкаф-купе, что это? Это рабочие места, это растущие парты и растущие кресла, эргономичная мебель. У нас есть, разумеется, аксессуары, у нас есть замечательные подушечки под спину с памятью формы, мемориформы, наполнения. Они позволяют... Я расскажу, вот как на работе я рассказываю людям, потому что чуть-чуть волнуюсь. Смотрите, когда ребенок сидит неудобно, да вообще любой взрослый человек сидит неудобно, сидит косы, криво как-то, сутулит или еще что-то, происходит следующий процесс. Организм начинает уставать. То есть устает спина, устают ноги, болит шея и, соответственно, падает эффективность. И очень многие дети, мои дети в том числе, до появления мебели, говорили, ой, все, я устал, сидеть неудобно, я не буду ничего делать, я пошел гулять там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Как только вы за рабочим местом получаете комфорт и удобство, повышается и стремление, вот на самом деле стремление к учебе, потому что тебе комфортно, хорошо, ничего не болит, нигде ничего не отваливается. И я считаю, что дети с нашей мебелью учатся лучше. Приятно учиться. Конечно, приятно учиться. Как все-таки правильно сидеть? В школе нас учили, что как-то руки нужно держать ровненько, три точки опоры, да, это твоя пятая точка, еще два локтя. Вот, правильно сидеть. Когда только начинала заниматься этой мебелью, я приехала к своим друзьям-врачам, врачам-ортопедам, и спросила у них, ребята, подскажите, пожалуйста, я хочу вот этим заниматься, это действительно работает? Это действительно есть эффект? На что они мне сказали? Конечно, Юль. Самое первое, когда приходит клиент в магазин, что мы делаем? Мы мебель меряем. То есть, да, есть онлайн-магазин, еще что-то, но моя компания делает только так. Я всем клиентам говорю, приезжайте, будем мерить. Как ребенок сидит? В первую очередь должна быть точка опора, это ноги под углом 90 градусов. Потому что если ноги разбросаны, извините, в разные стороны, или какой-то сидит, вот идет перекос, или еще что-то, все, весь эффект пропадает моментально. Потому что ноги под углом 90, позвоночник, поясничный упор, соответственно, весь торс, нагрузка на руки, угол зрения, все выстраивается вот как нужно. У нас есть ростовые таблицы, у нас проходят семинары, в которых участвуют врачи-ортопеды. Нас учат, разумеется, Москва нас учит, и мы вот несем это в массы. Оказывается, что сидеть, это целая наука, все не так просто, как казалось. Ну, а, кстати, а только ли сидеть? Можно ли за такой мебель ее работать стоя? Конечно. Она растущая. Самая высокая парта сейчас в нашей линейке рассчитана под рост метр девяносто пять. То есть ребенок или взрослый человек, потому что у нас есть взрослые модели в том числе. Это очень полезно, вы совершенно верно заметили, полезно менять позицию в работе. Ну, это как-то модно сейчас стало. Да, но это нужно. На самом деле это не просто модно, это действительно нужно. Помните, в первом классе была разминка, когда дети встают, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. На самом деле это та же самая разминка. В общем, у нас есть мебель от двух лет, то есть когда вот малыши только более-менее там хорошо сидят, более-менее усидчиво, и до 122. Если есть долгожители приходить, сделаем скидку. Что популярно сейчас в этом сезоне, этим летом? Сейчас самое популярное у нас идут три комплекта. Очень здорово, что на них сохранилась акция, потому что в прошлом году акция прошла 20 дней, и все. В этом году ее продлили, и скорее всего она будет до конца августа, что здорово, потому что соотношение цена-качество в этих комплектах, оно вот лучшее. Сейчас в линейке оно просто лучшее. Это полноценное рабочее место ЭВА-50, то есть полка, ящик, органайзер и четыре кресла на выбор. Про расцветки не говорю, их очень много. ЭВА-30, облегченная верхняя полка, и ЭВА-40. Там тоже облегченная верхняя полка, но самое главное, что во всех комплектах есть выдвижная полочка для того, чтобы читать книгу или смотреть планшет. И когда ребенок садится, вот когда я собираю мебель, настраиваю под каждого ребенка индивидуально, вот это расстояние для глаз, то есть это не просто удобная посадка, это еще сохраняет зрение. Вот именно на этом расстоянии рекомендовала врачами-кулистами читать и смотреть. Ну, очень вкусно вы рассказываете. Мне прям самому заходила посидеть. У нас есть взрослые модели замечательные. Ну, я это понял, когда вы сказали про метр 95, нам еще далеко. Скажите, а не дорого ли все это удовольствие? Вы знаете, средний чек за покупку по выбору калининградцев составляет где-то 25-35 тысяч. Самая маленькая, самая простая модель для начинающих учеников, скажем так, которая идет от двух лет, она стоит порядка 8 тысяч. Это тоже растущая мебель, но там, скажем так, меньше наворотов, которые малыш может оторвать, отломать в таком возрасте или как-то испортить. Самое главное – это жесткая посадка и угол наклона. У нас во всех моделях есть регулируемый угол наклона столешницы. Ну, потому что дети, разумеется, разные, рост у них разный, длина рук. Конечно, все индивидуально. Ну, и, наверное, стоит сказать о том, что все-таки это мебель на вырост. Это разумеется, я сейчас инвестирую в эту мебель, она прослужит долго. Совершенно верно, да, Максим, потому что очень много моделей на какие-то есть 12 месяцев гарантии, есть модели с 5-летней гарантией и есть модели с 10-летней гарантией. То есть мне часто задавали вопрос в соцсетях, когда я выкладывала новинки без акций. Да, они не стоили дешево, но это умная мебель, она не может стоить дешево, и тем более с такой гарантией. Меня часто спрашивали, а почему так дорого? Я говорю, а давайте сделаем так. Вот сейчас вашему ребенку 7 лет, то есть до 16 лет он будет учиться. Мы берем вот эти годы, делим на сумму, делим на, допустим, 9 месяцев в году, когда дети учатся, и получаем вот так сколько-то там, порядка 200 рублей или там. Ну да, и можно еще посчитать, а сколько бы парт других обычных пришлось бы купить. Ну все, Юлия, рассказывайте, где вас найти или куда приходить? Приходите, пожалуйста, улица Горького, торговец центра, две пятерки, магазин номер 66, первый этаж. Всегда можно мне позвонить, я есть во всех соцсетях мой номер, и посмотреть, позвонить, договориться о встрече, то есть я с удовольствием приму, покажу и померим свою мебель приходить. В вашем случае актуальная фраза «посидим». Посидим, да, да, совершенно верно. Большое спасибо. На закостях сегодня была Юлия Щербинина, владелец компании «Лафин». Теперь мы знаем, куда идти за умной мебелью. Ну а наш эфир мы продолжим вместе с новостями короткой строкой. В Калининградской области выросли цены на бензин. С начала года 92-й подорожал более чем на 2%. По стране же прирост в среднем составил 1,9%. Сейчас топливо этого сорта в регионе стоит 45 рублей 52 копейки за литр. На чистую среднюю зарплату местный житель может приобрести 672 литра топлива. В Зеленоградск и Светлогорск 17 и 18 августа отправятся дополнительные поезда. Расписание изменили из-за благоприятного прогноза погоды. В Зеленоградск дополнительные составы отправятся в 20.56, обратно в 21.55, в Светлогорск в 20.30 и в обратном направлении в 21.45. На первом месте Калининградская «Балтика» победила «Шинник» со счетом 2-0. Счет «Балтийцы» открыли уже на седьмой минуте. Второй мяч в воротах соперника оказался ближе к концу матча. На 80-й матч вошел в топ-3 посещаемости ФНЛ. Это победа для «Балтики» третья подряд. Калининградцы вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Следующий тур «Балтика» начнет гостевым матчем с «Торпеда». Встречаем гостей. «Калининград» стала одним из самых популярных направлений для туристов на Новый год. Билеты на отдых в зимние каникулы россияне покупают уже сейчас, и рейсы из Москвы в Калининград – одни из самых востребованных. Также путешественники проявляют интерес к минеральным водам Сочи, Симферополю, Красноярску и Владивостоку. Хотите изменить свою жизнь? Начните перемены уже сегодня. Первый городской дарит вам шанс поменять все и получить возможность попробовать себя на ТВ только в сентябре. Обучение тех, кто от 16 и старше в школе ТВ – это уникальная возможность раскрыть свой потенциал, применить необузданный актерский талант и доказать всему городу, что вы – звезда. Занятия проходят несколько раз в неделю в удобное для вас время. Среди преподавателей только профессионалы в области ТВ. Количество учеников в группах ограничено, так что поторопитесь. Все подробности можно узнать по номеру телефона 92 10 32. Количество мест ограничено. Хватит переплачивать. Закажите прямо сейчас продукты напрямую от производителя. Маргунова.ру – это большой выбор свежего мяса и рыбы, замороженных овощей и ягодных смесей, готовых мясных деликатесов от сочного шашлыка до пряной буженины, домашних пельменей, котлет и голубцов. Ну и, конечно же, хит-продаж. Блинчики с начинкой такие же вкусные, как у бабушки. Заходите на сайт маргунова.ру или звоните 38 91 88. Поговаривают, что лег как-то Менделеев на диван. Тут-то ему знаменитая таблица и приснилась. И Чайковский тоже как-то на диван прилег, а на утро нате, получите щелкунчик. А у Кулибина, говорят, аж два дивана было. Вечные двигатели русского прогресса, удобные диваны в мебельном доме «Диамир». На наших диванах так хорошо делать научные открытия, шлифовать барельянты мудрости или просто валяться и отдыхать. Мебельный дом «Диамир». Ручейная 2. Подробности 379-375. Вы позвонили в службу чистоты и Белки приветствует вас. Алло, у нас тут просто катастрофа. Детские рисунки на диване. Кошка решила, что ковер – это туалет. Пятна и пластилин повсюду. Выручайте. Диктуйте адрес. Выезжаем. Служба чистоты Белки. Ваши ковры – наша забота. А также чистка мягкой мебели. Улица Валдайская, 9, телефон 37-43-93. Мастерская «Мадейра» занимается изготовлением мебели на заказ. Разработайте творческий проект сами или получите готовый от нашего дизайнера. Кухня, шкафы, купе, торговое оборудование от эконом-класса до люксовых позиций. Собственное производство, оснащенное новейшим итальянским оборудованием. Приятные цены, выгодные условия и гарантии. Вызов консультанта в пределах Калининграда бесплатно. Наш адрес – Калининград, улица Солдатская, 7, телефон для связи 524-324. Инстаграм – madeira.ru Добрый вечер, здравствуйте. Вы смотрите Первый городской телеканал. Ты знаешь, я вот сейчас почитал нашу «Бегущую строку», и там бывают очень веселые новости о том, что в зоопарке искупали енотов в бассейне. Из-за жары. Это не самое главное, с вкусняшками. Мне кажется, для таких новостей нужны фотофакты, и фотокартинки, и фотовидео, и вообще все, что угодно, потому что хочется посмотреть, как это происходило на самом деле. Это к тому, что иногда можно поглядывать на нашу «Бегущую строчку». Но у нас есть еще интересные темы о том, как правильно питаться, и как это сделать с удовольствием, потому что для многих, конечно, этот этап похудения, диет, вообще просто катастрофически выматывающим кажется, потому что надо самому готовить, взвешивать, подбирать продукты. На самом деле, это все могут сделать за вас, и сегодня наш добрый ревизор Вероника Сухачева готова вам об этом рассказать. И самое главное, Вероника протестировала доставку здорового питания. Всем привет, меня зовут Вероника Сухачева, и я уже давно правильно питаюсь, и в этом деле мне на помощь всегда приходит «Витамил». «Витамил» – служба доставки правильного питания. Благодаря разнообразной еде «Витамил» похудели многие калининградцы. Вам больше не придется готовить. «Витамил» – все заботы приготовления разнообразных блюд возьмет на себя. Вероника Сухачева, телерадиоведущая. Помимо творчества, девушка ведет свой бизнес, но не забывает и про себя. Одним словом, умница, красавица, спортсменка. Как всегда, все вовремя и в срок, и так уже несколько месяцев подряд. Но теперь самое интересное, чем меня решили удивить на этот раз. Ну что, начнем? Вот это самая классная штука, потому что здесь, помимо того, что все перечислено, еще все рассчитано по белкам, жирам и углеводам. Это прям круто и очень вкусно. Итак, завтрак. Омлет. Полезно и вкусно. Далее у нас идет перекус. На перекус у нас наивкуснейшая запеканка. Итак, у нас время завтрака. На завтрак у нас наивкуснейший омлет. Кстати, белки очень полезны на завтрак. Осталось попробовать, как это будет на вкус. Идеальный омлет. Наинежнейший. Ну и, конечно, помидоры, сыр делают свое дело вкусно очень. А главное, легко. Я уже столько месяцев заказываю витамил еду, что, я думаю, пора воспользоваться служебным положением и отправиться на производство. Евгений, здравствуйте. Мы все попробовали. Все очень вкусно, все очень красиво. Но я очень любопытна, и наши телезрители, уверенно, тоже интересуют вопрос, откуда продукты? Каждые два дня нам привозят свежую продукцию. Это касается овощей, молочки и мяса. Ну, также бакалею. Ну, бакалею, естественно, мы заказываем уже наперед, так как у нее большой срок годности. Я уже как месяц являюсь вашим клиентом, и мне очень интересно, как, вот скажи, как вам удается каждый день удивлять своих клиентов новыми рецептами и новыми блюдами? Слушай, ну, ничего сложного в этом нету. Просто сели, заранее расписали все четыре недели меню, и то есть у вас в течение четырех недель не повторяется ни одно блюдо. Мы скажем, что это от трех до пяти приемов пищи, правильно? Да, все верно. То есть три и пять блюд, они все абсолютно разные. Для тех, кто умеет считать, тот понимает. Да. И есть чем порадовать клиентов ваших? Может быть, какие-то акции, какие-то новые предложения сейчас есть? Да, мы запустили новый тариф, это как дома, это обычная простая еда, за 400 рублей в день всего четыре блюда туда идет. Плюс мы запустили акцию, это два пробных дня за 1100 рублей. Грубо говоря, вы можете взять любой тариф на два дня, попробовать и для себя решить, подходит ли вам этот тариф или нет, и дальше уже, соответственно, продолжать с нами питаться. Со всей информацией ты можешь ознакомиться на сайте, либо у нас в инстаграме, витамил39. Витамил39 вкусно, просто и, главное, полезно. Все, кто ведут здоровый образ жизни, знают, что после тренировки лучше поесть сразу. Особенно, если речь идет абсолютно о белковом приеме пищи, как у нас, это куриная запеканка. Пробуем. Даже если она будет холодная, она очень вкусная и очень сочная. Ну что, когда делу много, то порой приходится ужинать и в машине. У нас сегодня на ужин курочка-гриль с овощами-гриль и со свежими овощами. Это очень вкусно, сочно, ну и, конечно, полезно. Вы заходите в инстаграм, витамил, выбирайте себе пробный день и просто убедитесь на своем примере, что это удобно, очень вкусно, очень полезно и экономит ваше время и ваши деньги. И это все витамил, доставка здорового питания. Приятно посмотреть на такую жизнерадостную нашу коллегу Веронику, передать ей привет хочется. И сказать, конечно, что она большая молодец, когда успевает находить время на тренировке и вот вкусно питаться. Не знаю, как вас, но меня она зарядила на то, что нужно попробовать пробный день в компании витамил и выбрать для себя, возможно, такой метод здорового питания и похудения. Я уже жду, не дождусь, когда после эфира пойду за наивкуснейшим омлетом. Очень захотелось есть. Ну, кстати, вкусный. И на и нежнейшем еще она сказала, между прочим. Ну и сочный, надеюсь, он тоже будет. Вкусные выходные ожидают коренинградцев. Кстати, с 28 по 30 августа на площади вокруг дома Советов пройдет стрит-фуд-викенд среди участников 10 гостевых регионов. Праздник будет не только вкусным, но и безопасным. Отлично! Потому что у меня был сразу этот вопрос, что Дончента Джаз, точнее Калининград Сити Джаз отменили. И тоже должен был проходить у нас как раз-таки у дома... А, не у дома Советов, он должен был проходить на Камто, но это все очень рядышком. И как же здесь будут обстоять дела? Ну, что нам обещают? Ежедневные проверки сотрудников, контроль за соблюдением дистанции и регулярная дезинфекция. Но на самом деле не только в этом залог успеха. Конечно, самое главное – это большое количество людей, которое, вероятно, всего придет. И мы знаем по предыдущим стрит-фудам, что очереди там километровые. Ну, с другой стороны, если уже открыты фудкорты в торговых центрах, то почему бы и фестивалю не пройти? Хотя, вот интересно, когда еще не открыли полностью фудкорты, когда можно было открыться с заведением, у которых отдельный вход в ТЦ, интересно было наблюдать за некоторыми фудкортами в Калининграде, не будем называть где именно, которые оградились просто... Отдельный вход? Ну да, якобы отдельные, при том, что всем понятно, что никто эту ленточку повешенную не соблюдает. Ну, это просто предприимчивость и предпринимательство, такие слова я знаю. Набранное за время гастрономических выходных, разумеется, речь про килограммы, предлагают скинуть на велопробеги. Тур Декранс перенесли на 4 октября. На самом деле, раньше это все происходило, кажется, в конце августа или в сентябре, но на этот раз на целый месяц сдвинули организацию. Для участия необходимо уже сейчас зарегистрироваться на официальном сайте велопробега и обязательно при себе иметь шлем. Без него вас не допустят к участию. Как я знаю, что всегда на Тур Декрансе есть такой набор велосипедиста подарочный, который потом можно использовать. Там дождевики, светоотражатели и так далее. То есть что-то полезное для тех, кто любит велозаезды и велоспорт. Ну а полезное для всех остальных калининградцев будет далее в эфире первого городского реклама. Родничок. Бесплатная доставка питьевой воды. Заказывайте воду через приложение «Родничок Калининград» в Google Play и Apple Store или по телефону 337765. Санаторий «Зеленоградск» расположился на первой линии Балтийского побережья, вблизи Курской косы. Мягкий морской климат, комфортное проживание, правильно подобранное питание, оздоровительные процедуры, местные торфяные грязи и минеральные воды укрепят ваше здоровье. А отдых заполнится надолго. Приезжайте в санаторий «Зеленоградск». Вам нужна надежность и качество плоской кровли от шведского производителя? Мембраны службы более 50 лет эксперты из Германии подтвердили надежность наших материалов, которые не содержат вредоносных добавок и не загрязняют окружающую среду. Также они устойчивы к атмосферному воздействию и поддаются окислению кислородом. Огнезащитный состав. За подробной информацией обращайтесь по номеру 903-707. Полный комплекс технического обслуживания вашего автомобиля. Замена масла во всех типах автоматических коробок передач. Замена антифризов, замена всех тех жидкостей и фильтров и многое другое. Бесплатная замена масла в двигателе при покупке масла и фильтра. Все это в Оилмаркет. Литовский Вал, 19. Телефон 50 97 90. Добрый вечер. Вы смотрите Первый городской телеканал. Продолжаем с новостями. Ты знаешь, мне тут недавно друзья сказали в связи с событиями, которые происходят в Беларуси, о том, что у них есть белорусские рубли и есть некоторая сложность в обмене их на русские рубли в Калининграде. Первый раз такое слышу, кстати, но никогда не пробовала поменять. А вот ты сейчас сказал, а у меня тоже есть. Поэтому давай-ка попросим наших редакторов в следующий раз подготовить нам информацию и добавить те самые белорусские зайчики, куда все-таки нести их сдавать. И зайчики ли там сейчас, что тоже важно. Мне кажется, их уже заменили на что-то другое. Ну а вот что же происходит с долларом и евро, расскажем вам далее. На первом городском телеканале в самом разгаре детская школа телевидения. Да, но здесь я, конечно, как куратор и параллельно ведущая этого эфира расскажу о том, что половина занятий ровно пройдена у наших учеников. Учеников. Финишная прямая практически остается до их дипломных работ, которые они будут представлять также в эфире нашего телеканала в конце августа и в начале сентября. И многие калининградцы смогут это увидеть. О том, как у них проходит занятие, я предлагаю посмотреть. Ну а после мы с тобой расскажем, что мы придумали для всех учеников уже в этом сентябре. Мне тут запомнились учителя. Запомнилось занятие для рта, чтобы хорошо говорить. Нас учат, как сниматься, как правильность фотографироваться. Приложение специальное закачивать, чтобы красиво видео снимать или фотографироваться. Нас снимают на камеры и учат не бояться сцены. Красиво говорить, умение держаться перед камерой, делать хорошие снимки и не только. Преподаватели детской школы ТВ уже второй сезон рады делиться своим опытом с начинающими, блогерами и журналистами. Попробовать себя в роли телеведущего, попробовать себя в роли сценариста. То есть что-то интересное скреативить, что-то интересное придумать. Попробовать себя и с технической стороны, и с творческой стороны. То есть если человек долгое время имел какие-то разные мечты, сейчас самое время их реализовать. Реализовать мечты своего ребенка можете и вы. С октября стартует новый набор участников. Курс продлится целых 6 месяцев. Для записи звоните по телефону 92 10 32. Количество мест ограничено. На самом деле наш курс стартует уже в середине сентября. Начнем мы заниматься. Почему с середины? Потому что ждем, когда у всех, так скажем, устаканится расписание в школе. И они поймут, в какую смену они будут учиться. И наш курс и правда продлится полгода. И даже в новом 2021 году, целый январь, мы будем учиться. Поэтому мы приглашаем всех школьников любого возраста. Ну почти старше 8 лет к нам в школу. У нас есть несколько групп. Поэтому приходите. Мы будем заниматься с вами полгода. А по итогу каждый ученик создаст свой блог. И будет успешным начинающим блогером Калининграда. А блогером где? Инстаграм, ТикТок, Ютуб? Мы, конечно, расскажем обо всех этих социальных сетях. Ну а ребенок уже выберет для себя свое направление. А возможно, кто-то захочет остаться традиционным телеведущим. И такую возможность на Первом городском мы тоже предоставим. А вот у меня еще вопрос. Если 7,5, но очень талантливый, можно? Можно. Я думаю, что обо всем можно договориться. Поэтому пусть родители нам звонят. 92-10-32. Плюсом можно написать к нам в Инстаграм. Прямо нам в Директ. Пишите. Я знаю, что у нас две группы сейчас продолжают обучение. Второй сезон. И хочется сказать о том, что дети видят нашу рекламу по телевизору. Бегут к родителям. И просят, чтобы они нам позвонили. Поэтому родители, не стесняйтесь. Звоните. Номер доступен для звонка. Я лично курирую эту школу. Поэтому на все вопросы, которые у вас есть, отвечу. И советую поторопиться. Мы до 25 августа набираем эту группу. Поэтому объясню, почему. Потому что, опять же, эти ограничения, которые на нас накладывают, нам важно соблюдать количество человек в группе. А желающих перейти с группы августа уже большое количество. Поэтому, если вы хотите своего ребенка на полгода погрузить в атмосферу кино, телевидение, блогерство, ведение различных социальных сетей и ведение эфиров прямых, в том числе на Первом городском, то торопитесь. Мест очень мало. 92-10-32. Дети бегут к родителям за билетом в школу телевидения. Ну, а я же читаю следующую новость. Бегу в Калининградский зоопарк. Там для енотов наполнили бассейн. Зверьки искупались, чтобы легче переносить жиром. А это вот твоя история, как ты, да, подчисал бегушку. И, пожалуйста, вот по заказу Максима мы сейчас увидим эти фотографии. Чтобы было интереснее, вот как ты заметил, в воду добавили вкусностей, которые еноты, естественно, сразу прополоскали. Вот такая неожиданность. Я думала, съели, а нет, начали полоскать. Ну, давай сохраним все-таки нашу журналистскую этику. Мы показываем их очень миленькими. Но не могу не добавить, что когда я был в зоопарке, эти же очень милые создания растерзали ворону. И в качестве вкусностей у них, в общем-то, были совсем не конфеты. Боже, какие страсти рассказывает Максим Раевский в нашем эфире. Вот тебе не хватило до этого начального блока криминального просто. Ну, вспомнил бы там про этих енотов-убийц. Все должно быть вовремя. Вот сотрудники одного из американских океанаримов показали драгоценные находки в искусственный водопад, расположенный на территории. Посетители кидали монетки и загадывали желание. 14-й фонтан никто не чистил. За это время там накопилось несколько ведер монет, а именно 38 литров. Мы сейчас видим, как их вылавливают оттуда. Все найденные деньги пойдут на улучшение океанариума и на нужды живущих там животных. Очень интересно, какая финальная оказалась сумма, но вот почему-то не предоставили нам эту информацию. Но ты знаешь, ты сказал про загадывание желаний. И скажу тебе так, у нашего телеканала была одна мечта, которую сегодня небезызвестный многим Денис Саландин смог исполнить. Итак, наш специальный корреспондент сегодня побывал на такой эксклюзивной встрече, внимание, с Александром Васильевым. И вам не послышалось, это историк моды, который гостит у нас в Калининграде. Он был в этом эфире, в нашей студии. И сегодня на Ленинском проспекте калининградцы смогли увидеть рядом с Александром Васильевым о боже, лайм и лайкули. Настоящую? Ну, конечно же, нет, потому что сегодня там завершился конкурс двойников звезд, который запускал, собственно, историк моды. Я предлагаю без лишних слов посмотреть это эксклюзивное интервью, где Александр Васильев все рассказывает сам. Выездная школа Александра Васильева. Что это вот в 2020 году? Это группы, состоящие из 20 человек, мужчин, очень редко, можно насчитать среди моих учениц, ученики редкие, женщины доминируют. Вот это дамы, часто состоятельные, не скрою, которые с радостью записываются на эти экскурсии. Среди таких поклонниц Татьяна, которая до этого уже побывала на лекции историка моды в Москве, а сегодня она прочувствовала на себе звуки музыки. Мне очень понравилось, потому что мы смогли окунуться в мир не столько моды, сколько вот историй. Мы с каждой певицей, с каждой актрисой по пять минут прожили ее жизнь. Я не знаю, где еще можно об этом узнать. О том, что ее любимый ведущий в городе, калининградский дизайнер Ольга Яковлева, узнала случайно и пришла на выставку с подарком. Для ценителя всего прекрасного она сделала брошь из гортензии. Решила подарить ему свою брошь, потому что он большой ценитель ручного труда. Расскажите о том, что сегодня здесь происходило. Сегодня финал, наконец-то. Смотрите, я провел здесь очередную лекцию по моей выставке «Звуки моды», и финалистка, победившая в нашем конкурсе в образе Лаймы Вайкули, пришла к нам, получила свой подарок, афишу, автограф и бесплатную лекцию от меня. Я очень счастлив, что есть такие креативные и стильные женщины в Калининграде, которые не забывают своих любимых икон стиля, и которые одеваются так, как так, что достойные получить первый приз. Первого места удостоились. Калининградка в образе Аллы Пугачевой и учительница изобразительного искусства в образе Лаймы Вайкули. На мой взгляд, я когда увидела ваши фотографии, вы больше похожи на актрису Светлану Светличную. А вот некоторые тоже говорят. Но все-таки по духу Лайма ближе мне. Сегодня здесь представлен вот такой вот костюм, который она подарила Александру Васильеву. Вы сегодня вот тоже такая импозантная. Расскажите, что специально к сегодняшнему мероприятию или это ваш учительский костюм? Нет. Это я не покупала. Я ни у кого ничего не занимала. Это просто личные мои вещи. И почему она близка по духу? Потому что я ношу примерно такие же вещи, такого же стиля, такого же цветового решения, как и Лайма. Победители получили автограф Александра Васильева, совместную фотографию и общение с историком моды. Я уже провел здесь две выездные школы в Калининградской области, в Янтарном крае. Людям это очень нравится. У меня впереди, надеюсь, красивое сотрудничество с Янтарным заводом в городе Янтарный в комбинатом. Я встречался с руководителем и у нас планов громадьё. Главный план на следующий год – открытие Янтарного дома моды. А пока Александр Васильев продолжает знакомить своих учениц с Калининградской областью. В рамках выездной школы поклонницы популярного ведущего отправились в его зеленоградский музей-квартиру. Как живет историк моды у Балтийского моря и сколько у него в квартире произведений искусства, мы расскажем завтра в 19.30 на Первом городском. Денис Саландин, Эдуард Растегаев, Екатерина Калиниченко. Служба новостей «Город». Интересно, состоялся ли какой-нибудь суд и к чему там приговорили подозреваемых? Не совсем поняла, почему Максим вспомнил про суд. Потом я поняла, что это модный приговор. Возможно, я думаю, что для своей выездной школы Александр Васильев проводит какие-то такие закрытые обсуждения образов. Но от нас это осталось в тайне. Мы желаем ему успехов. И на самом деле очень отмечают, что Александр Васильев приветливый и добрый. Потому что на Калининградском побережье за это лето было замечено немало звезд. И он один из немногих, кто с удовольствием фотографировался со всеми на Зеленоградском променаде. Ну, видимо, они были хорошо одеты. Раз он настолько доброжелателен. Ну, кстати, вода в Балтийском море-то сегодня прогрелась аж до 20 градусов, даже выше. Ну, ты знаешь, даже не вызывает у меня никакой зависти этот факт. Хотя немного я губалась этим летом, потому что, как истинная калининградка, не представляю себе этого ада на побережье. И совершенно туда не хочется. Но насладиться последними летними денечками, закатами, конечно, прям с удовольствием бы. И хочется, чтобы вода такая была в ближайшие несколько недель, хотя бы до конца августа, уже не говоря про сентябрь. Что, несомненно, хорошая новость. Какие еще хорошие новости есть у калининградцев? Давайте посмотрим. Партнер рубрики «Ваши хорошие новости» – магазин «Автомасел» «Ойл-Маркет». Вот мы из Леснова приехали, и там есть дорога счастья. По лесу, рядом с морем. Это была такая дорога в моем детстве, и вот сейчас я прошлась по ней еще раз. Погода хорошая. Замечательная. Замечательная. Лето, можно на море съездить. Красота, настроение хорошее. Вот побольше такие дни. Город красивый. Работа хорошая. Работа. Устанавливаю фильтры для воды. Людям делают чистую воду. Погулять вышли. Мы погулять. На море просится. На море хочешь? На море хочешь? А что хочешь сделать на море? На море. Купаться, скажи. Купаться, скажи. Партнер рубрики «Ваши хорошие новости» – магазин «Автомасел» «Ойл Маркет». Мне кажется, во всем в жизни должен быть баланс. Ровно так же, как и в нашем выпуске начали не с самых приятных новостей, зато так позитивно завершили. На этом наш понедельничный выпуск подходит к концу. Мы с вами прощаемся и напоминаем, что не забывайте носить маски и мыть руки, потому что коронавирус никуда не ушел. Хорошего вам вечера и не менее приятного наступающего следующего дня. Макс Раевский. Анастасия Орехова. И увидимся в городе. Макс Раевский.